Добрый день, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет поступил такой вопрос. Я никому ничего не должен, так ли это? Если вдуматься, конечно, то мы должны своим родителям. Потому что родители нас родили, дали нам жизнь бесценную. И как мы можем им отплатить? В конечном итоге, конечно, жизнь дает Бог через родителей. Только Бог в полной мере знает, как устроен мир, как устроен сам человек. Потому что он является в собственном смысле творцом мира и человека. Значит, мы должны и Богу. Но как мы можем вернуть этот долг, если все, что нам дано, все доброе? Исходят от Бога. Это его дар. Жизнь – дар. Таланты – дар. Способности – дар. Свои возможности реализовать – это дар. Промысла – Божия. То есть, получается, у нас нет ничего своего доброго, чтобы мы могли бы дать Богу взамен, как-то отблагодарить его. Кроме одного. Кроме нашего свободного порыва любви к Богу. Кроме нашей благодарности Богу. И вот если мы стараемся исполнять главную заповедь Божию, заповедь о любви, то тогда мы как бы в некотором роде возвращаем долг к Богу. Потому что наша жизнь, которая нам дана от Бога, проходит не напрасно. Она наполняется подлинным смыслом. Если человек имеет в своем сердце любовь к Божию, тогда он имеет и другое свойство, которое им принадлежит Богу – жизнь вечная. А если так, значит, действительно, земная жизнь наполняется подлинным смыслом. Такому человеку не страшна смерть. Такой человек пребывает с Богом, и смерть для человека становится неким таинственным сном. В таком случае. Если человек живет с Богом, живет любовью Божией и имеет в себе жизнь вечную, то есть самого Бога, потому что Бог – это и есть жизнь вечная. Вот так мы и можем отблагодарить Бога. Значит, все-таки мы Богу должны. И Бог премудро так устроил, что, отдавая Ему долг, мы приносим себе великую пользу. Мы достигаем жизни вечной. Так премудро устроил Бог. И, конечно, мы должны быть благодарны своим родителям за то, что они нам дали, за то, что они нас воспитали. Конечно, мы должны любить своих родителей. Конечно, мы должны быть благодарны тем, кто оказывал нам ту или иную помощь, кто участвовал в нашем воспитании. Должны благодарить бабушек, дедушек и других людей. Мы много кого должны благодарить. Именно должны. Потому что действительно в свое время в нас вкладывали усилия. Эти усилия – некий дар со стороны тех людей. А святые отцы еще даже так рассуждают, что люди, которые доставляют нам неприятности, например, оскорбители, это наши благодетели. Мы должны их благодарить. Почему? Потому что эти скорби, они позволяют нам стать лучшей и совершенней. Так устроен наш человек, точнее, таково наше падение, что без скорбей мы не можем исправиться. Не случайно Господь говорит, что многими скорбями належит войти в Царствие Божие. Скорби – это помощники. В нас не так много сил, чтобы мы могли без скорбей исправиться, стать лучше и отблагодарить Бога. Вот в том смысле, в каком я уже сказал. Поэтому скорби – это действительно некие помощники. Это то, что помогает упражняться в добродетели. Если ты хочешь достичь смирения, будь готов, что тебя будут оскорблять, унижать. Это сложно бывает. Но это совершенно необходимо для того, чтобы достичь совершенного смирения, без которого не может быть духовной жизни. Потому что именно смирение, исполнение заповеди, блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, является основной заповедью, с которой начинается духовная жизнь человека. Вот таким образом мы, дорогие братья и сестры, видим, что на самом деле мы должны. И мы должны отдавать наш долг так, как заповедовал нам Господь. И в этом мы будем обретать подлинное благо для себя. За счет такого образа жизни мы достигнем жизни вечной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова